Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тиелим, восьмидесятый псалом. Псалом больше такой народный. В принципе, мудрецы написали, что это молитва Богу о помощи его народу. Вообще, трижды в этом псалме повторяется просьба возвратинов, соответственно, с трём изгнанием, трём могучим царством, последовательно порабощавшим и изгонявшим народ из страны. Что ещё? Написано, что рекомендуют мудрецы проводить чтение этого псалма в минуты печали, в минуты, когда внезапно обрушилась беда. В первую очередь, когда неожиданное испытание. Говорится также о том, что он очень хорошо помогает при мигрене и приставах головной боли. Надо также читать этот псалом, когда усиливаются нападки недоброжелателей. Самое интересное, это хануккальный псалом. Этот псалом читают в Хануку для изменения судьбы. Есть такая сгула, раби Шимона из Астрополя. Он говорит, что на восьмой день Хануки, когда Ханукия полная, женщина, которая желает иметь детей, может получить их. Глядя на все восемь зажженных свечей Ханукии, нужно прочесть восьмидесятый псалом, в котором, в частности, упоминается Гефин. Это лоза виноградная. И после этого сказать, обращаясь к Богу, что Рибон и Шалилам, я имела заслугу осветить все семь свечей Ханукии. Я прошу тебя дать мне также исход сделать брит моему сыну и на восьмой день его рождения. Так говорится мудрецов. После этого нужно дать знаку и прочесть молитву Хана знаменитую. Я не буду ее повторять, можете найти ее. Написано, что это сильнейшая сгула, которая в этот день влияет на атрибут милосердия Бога. Вообще, восьмая ночь, это сгула для бестетных женщин написано, потому что число 8, это высшей природы. И то, что не дано по природе, может быть, дано через молитву. Что еще? Сгула в Хануку начать новое дело. Раби Левицкак из Бердича говорил, что если вы планируете начать вообще любое новое дело, начните в Хануку и у вас будет благословение. Кстати, можно еще собрать остатки масла свечей, это уже так, продолжая, от ханукальных свечей в отдельную баночку и использовать, смазывать больные места. Что говорится еще в восьмидесятом псалме? Когда человек, не дай Бог, вот, чувствует какую-то склонность, кидала поклонству к переходу в другую религию, он обязательно должен тут же начинать читать этот псалом. Есть еще интересная сгула. Нужно 30 дней вставать рано и быть одним из первых в Миньяне и произносить этот псалом два раза, утром и два раза до захода солнца. И, точнее, утром, один утром, один до захода солнца. И это спасает от любых преследования. Так написано в наших книгах. Ну вот, пожалуй, все. Брахава от слаха.